Мир вам, дорогая Церковь, народ Божий, все находящиеся в Доме Божьем. Благословенны вы у Господа, имеющие такую возможность, я вместе с вами находиться в присутствии нашего Господа в Доме молитвы. Итак, Церковь, народ Божий, я хочу вместе с вами затронуть отрывок истории нашего Господа Иисуса Христа, когда Он находился в теле, во плоти, на этой земле, и просто на один отрывочек из Его жизни обратить наше внимание и наше отношение к всем тем событиям, которые происходили с нашим Господом, они связаны лично с нами. Связаны лично с нами. Ну, и для этого я возьму в основу из Евангелия от Иоанна, 11 глава, буквально с первого стиха я отрывок из этой истории прочитаю. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать Ему, Господи, вот кого ты любишь, болен». И Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали Ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним?» Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул». Но я иду разбудить его. Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздорови». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуй за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». До этого места. Благословен наш Господь, Церковь, народ Божий. Я уверен, эта история нам известна. Но вот в чем заключаются, скажем, все события. Мы знаем праздник, который вот приближается, праздники восхождения нашего Господа Иисуса в Иерусалим. Или еще есть, так сказано, вход его в Иерусалим, когда будет встречать, постелать пальмовые ветви и даже свои одежды и так дальше. Так вот, всему этому предшествовала вот эта история, этот случай. Иисус раньше времени перед праздниками появился только из-за этого, что его позвали, пригласили, упросили прийти. И по одной простой причине Лазарь, которого ты любишь, он болен. Больше этого, сама болезнь неизлечимая. О болезни нам ничего не сказано, просто сам факт, что он был болен, и потом, как последствия, он умер. По этой причине зовут сестры Лазаря, который болел на то время. И когда пришли гонцы или посланные из дома Марфы, Марии, сообщить, предупредить Господа, чтобы он срочно пришел, Писание говорит, после этого сообщения Христос еще пробыл два дня на том месте, где он находился. То есть, по-другому скажем, у Христа было много стечения людей, много было народа, общения, служения, в которых обычно Господь всегда находился. И только спустя два дня обращается к ученикам и говорит, нам нужно идти в Иудею. Реакция учеников? Они его останавливают, уговаривают. Говорят, ну, недавно, это был праздник Ханука, в 10 главе Евангелия от Иоанна, там описываются эти события. Когда Христос был в храме, приступили к Нему книжники, фарисеи и даже священники. И прямой вопрос Ему задали. Долго ли тебе держать нас в недоумении? Скажи нам прямо, ты Мессия? И Иисус ответил. Сильно Он ответил. Прямо Он сказал. И еще больше этого сказал. Я и Отец одно. На эти слова, на такое свидетельство нашего Господа, все то множество людей, которые там находились и слышали, схватив камни и готовы были побить Иисуса камнями. Ученики помнят эту историю. Они знают, чем закончилось, но благо Иисус уклонился, ушел, еще не время было. Итак, ученики ушли, оставили Иерусалим, оставили Иудею. А теперь Иисус опять говорит, что нам надо идти. Но три месяца только прошло. Три месяца прошло после тех событий, таких, ну, скажем, напряженного, того столкновения людей, которые были готовы побить учителя. И, конечно, в какой-то степени, я думаю, они догадывались или полагали, что им тоже бы досталось. Тоже бы досталось. Когда Петр, когда Петр грелся уже в той притории, когда суд совершался над нашим Господом Иисусом Христом, и, заметив его, говорили, ты один из них, как вел себя Петр. Начал и божиться, и подтверждать, что не знает, о чем ты говоришь, не знаю я этого человека. Почему Петр так себя повел? Он знает, как сообщник, как участник, как вместе находящимся, ему тоже достанется. То же самое и в этой же истории подобное было состояние учеников. Убеждают, уговаривают, Господи, долго ли хотели, недавно же это еще вот, еще свежее в памяти у людей, они еще хорошо помнят, и только появились на глаза их, сразу же исполняют тот суд, который они хотели раньше сделать, но не удалось. А теперь заметьте, почему Фома так отвечает, «Пойдем, и мы умрем с ним». Лазарь там, потому что Христос уже открыл, что Лазарь умер, и поэтому я иду туда. Раз Лазарь умер, и нам там достанется, ну так я своими словами, ну смысл к этому идет. И Фома признательно говорит, и мы там умрем. То есть, вот что нас там ожидает, или вот куда мы идем, и на что мы идем. Вот такая была реакция. А теперь продолжение этой мысли, или этих событий, или вот тех чувств, которые имели ученики, я хочу продолжить, читая теперь место из Евангелиста Марка. Это та же самая история, только другую книгу берем. Евангелие, которое затрагивает эти события. Итак, 10 глава Евангелия с Марка, с 32 стиха, Марка, 10 глава, 32 стих и ниже. Когда были они на пути, они идут, потому что их позвали в дом Лазаря. Лазарь умер, Иисус туда идет. И поэтому Иисус направляется, у него есть цель, приглашение, он знает, что там, и знает, как оно все завершится. Но ученики этого не знают, они одно только знают, опасаясь. И вот состояние учеников. Заметьте, о чем говорит здесь евангелист. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. А они ужасались, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. И в третий день воскреснет. Слава нашему Господу! А теперь церковь. Представьте себе, что происходит. Иисус идет, решительно идет в сторону Иерусалима, в Иудею. Ученики не хотят идти. И Писание говорит, Иисус шел впереди. А ученики отстали. Иисус подзывает к себе учеников. Они подходят. Ну, явно Христос остановился. Подошли. И Иисус начинает им говорить о том, что его там ждет, в Иерусалиме. Ну, кратко скажем, ждет его Голгофа. А теперь церковь, народ Божий. Мы все в преддверии или рассчитываем на то, хотим быть участниками святыни Господней в это воскресенье. В это воскресенье. А теперь с этим событием, с жертвой нашего Господа, вот что было связано. Я прошу вашего особого внимания. Иисус идет, не просто Лазарь, там нужно воскресить Лазаря. Ученики тоже об этом еще не знали. Только Господь знал. Но это не только Лазарь. Он идет в сторону Голгофы. Его ничто не останавливает. Ученики боятся. В страхе, в ужасе были. Знание, что их там может встретить. Недоброжелательный народ в Иерусалиме. И боятся. А Иисус идет смело в сторону Голгофы. Я сам себе задаюсь вопросом. Господи, что у тебя за сердце? Почему ты так устремляешься туда? Вместо того, что ты знаешь, что у тебя, ну скажем, вот уже краткое время осталось. Удели для себя это время. Где-то в единении побудь. Да, у него было это. Когда он зашел в Гефсиманию и там молился. И там молился. Это вот краткое. То, что Господь для себя уделил. А теперь, когда Господь идет, когда Господь идет в сторону, скажем, Иудеи, потому что его там ждет семья, там большая нужда, тревога, беспокойство. И Иисус идет. И вот события, которые происходят по этой дороге, когда он шел в сторону Иерусалима. Теперь другого евангелиста я, это же история, только другой евангелист об этом напоминает. Я зачитаю здесь так, 31 стиха, 18 глава, евангелист Лука пишет. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написано через пророков о Сыне Человеческом». Ну, тут евангелист Лука повторяет то, что мы уже услышали из Евангелия от Марка. Сокращая время, и я просто дальше продолжаю. В этом же путешествии происходят такие события. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, ведя это, воздал хвалу Богу. Слава нашему Господу! Народ Божий! Народ Божий! Иисус идет в дом Лазаря, но не просто Лазаря, как я уже сказал, давайте мы в нашей мысли не будем это упускать. Он же идет в сторону Голгофы. Там, там люди будут издеваться над ним, люди будут плевать в него, люди будут насмехаться, унижать и оскорблять его. А здесь по дороге люди, люди в большой нужде, как этот слепой. И казалось, раз вы со мной так, это как человек реагирует, так и я. Но у Господа не так. Он останавливается. Есть большая нужда. Даже люди, заметьте, как люди себя ведут. Те, которые шли впереди, заставляли этого судьбой обделенного человека, слепого, молчи. Не мешай. Такая реакция у людей. Какой ответ на страждущего, в нужде находящегося человека. Посмотрите, какие грубые сердца людские. Не хотят обратить внимание. Не хотят снизойти к этому, в нужде находящемуся человеку. Иисус, понятно, шел по дороге, с ним разговаривали, вопросы были и так дальше. Оживленный был разговор. Но вместе с этим он слышит, кто-то зовет его. Останавливает все разговоры. И говорит, позовите его. Позовите его. И задает ему вопрос, что ты хочешь? Хочу видеть. Прозри. Вера твоя спасла тебя. Благодарение нашему Господу. Церковь, народ Божий. Давайте мы параллель проводить будем. Может, в нашем собрании, вот сейчас здесь, может, горем убита твоя душа. Какими-то обстоятельствами, нуждою. Ну, как у этого слепого человека. А может, как в доме Марфы и Марии. Такая скорбь постигла семью, может быть, твою. И у тебя вот здесь, как говорится, раздирается сердце от боли. От гнета, который пришел в твою судьбу. Тебе нужен срочно Господь. Господь, подобно как в доме Лазаря, он срочно нужен. Но по каким-то причинам для Марии и Марфы не было известно. Но Христос почему-то задерживается. Когда ему сообщили, он два дня еще задержался. И когда ему сказали, сказали, что Лазарь болен. А теперь, когда Христос говорит ученикам, нам надо идти в иудею. Они останавливают его. Он им говорит, что Лазарь уснул. Надо его разбудить. Они думали, ну, обыкновенный сон уснул, проснется. Не понимают. И тогда Иисус прямо им говорит, Лазарь умер. Христос, он знал, что Лазарь не просто болен и продолжается болезнь. А эта болезнь привела к смерти больного человека, Лазаря. И больше этого. А теперь заметьте, сколько времени понадобилось, пока Господь шел в сторону иудеи. Шел туда, в дом Марии и Марфы. Когда он встретил их, что они сказали? Говорит, уже четыре. Четыре дня, как он там. Вы понимаете? Пешком, это хорошее расстояние было. Ни одного дня. И Иисус шел. Потому что его там ждали. И рассчитывали на Господа. Но здесь на дороге останавливает нуждающийся человек. Остановились потери времени. Так человек думает. Но Господь решает проблему по дороге и совершает великое чудо – исцеление от слепоты. Благодарение нашему Господу. Этот человек, который получил исцеление, благодарил Бога. И все рядом, находящиеся с Иисусом, стали тоже благодарить Господа. И путешествие дальше продолжается. И на пути. Это было перед тем, как входить в Верихон. А теперь он входит в Верихон, 19 глава, Евангелист Лука продолжает с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Верихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал, «Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Слава нашему Господу! И опять еще остановка. И опять еще есть критическая нужда. «Гибнет дом, вся семья, нужно спасти семью». Иисус говорит мне, «Нужно быть сегодня у тебя в доме». Закхей. И Закхей принял встречу, разговор. Кратко Библия об этом событии описывает. Но был такой разговор, что реакция слушающего Закхея слова Иисуса приводит его к раскаянию, к покаянию, к осознанию неправильного своего образа жизни. И Христос говорит, «Пришло, пришло спасение и этому дому». Слава нашему Господу! Сегодня мы слышали эту тему, да? Посещение. Вот оно! Вот оно! Посещение очередного погибающего семейства! Закхея приходит Иисус. Спасительным своим таким величием спасает эту семью. Благодаря нашему Господу! Какая радость! Какое утешение! Ответ! Даже не рассчитывал Закхей на это. Просто думал, ну, со стороны, издалека так, с дерева, посмотрю и все. Такое счастье! А Иисус даже в дом, в дом пришел. Возлюбленная церковь, народ Божий. Может быть, может быть, кто-то здесь. Ты уже заждался. Долгое время в своей нужде находишься. Может, истаивает душа и сердце твое. Послушай, не теряй надежду, продолжай. Как тот слепой продолжал кричать. Его останавливают. Может быть, ты нужды часто пишешь в церкви. И уже где-то в сердце посещает мысль. Может быть, я уже надоел. А может быть, кто-то осмелился и сказал, да, ты уже всем надоел. Так говорили слепому тоже люди. Но Господь так не говорит, Господь так не отвечает. Когда ты много, часто продолжаешь выражать свою нужду, ждешь ответ, продолжай это делать. Посмотри на страницы Библии. Слепой продолжал, не останавливался. Он ожидал. И, наконец, услышал. Иисус идет мимо, воспользовался этой возможностью. И когда ты в церкви находишься, воспользуйся тоже этой возможностью. Здесь в множестве присутствующих, любящих сердец Господа реальность Его действия и ответ на любую нужду. Благословен наш Господь, церковь, народ Божий. Но Он зашел. Тут спасение, тут радость. А в доме Лазаря, у Марфы и Марии, надрывается душа и сердце. Скорбь прилипляется к скорби и увеличивается. Болел, умер, ждут, не дождутся. А ждать тоже уже никак нельзя. Нужно хоронить. И это не сделали. А Иисус продолжает. Он же идет в сторону Голгофы. Иисус. Ну что у тебя за сердце, расскажи, пастырь добрый. Тебя же люди, люди будут издеваться. А здесь люди в нужде. А ты останавливаешься, уделяешь им время. Ах, это же ты себе уделишь время. Господи, ну на одине побыть в общении. Потому что такие события впереди ужасно ожидают себя. Иисус уделяет внимание человечеству, людям, тех, которые на пути находятся. И дальше продолжает Евангелист описывать события. Я об этом опять возвращусь. Возвращусь теперь к Марку. Марка как продолжение этого пути. Марк дальше, 46 стихом той же 10 главы, пишет следующее. Приходят в Иерихон. То, что мы сейчас уже затронули. Это был Закхей, встреча, спасение дома Закхея. И, когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Церковь, народ Божий, послушайте, что происходит. Когда он входил в Иерихон, перед входом слепой был, а теперь он выходит, скажем, это в другую сторону, но в другой стороне был, уже города, а там другой, слепой, уже имя нам известно, Вартимей, сын Тимеев. И что же дальше Господь будет делать в этой ситуации? И дальше мы читаем, что происходит. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие составляли его молчать, но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросит себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Слава нашему Господу. Похожая история. При входе в Иерихон, а теперь он выходит с Иерихона. Церковь, народ Божий. Меня удивляет сердце пастыря моего, Господа Иисуса Христа. Боже, что в твоем сердце? Ты знаешь, что ждет тебя. Бичевать будут, истязать будут тебя. Но ты настолько привязан с сердцем своим, к страждущим, к людям, находящимся в беде, в нужде. Ты останавливаешь другим людям, и нужды в этом нет. А ты останавливаешься, уделяешь время, ведешь разговор, и отвечаешь на просьбу и нужду того или другого человека. Благодарение нашему Господу. Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя. Слава Господу. Он тот же. Его сердце, оно такое же, любящее, расположено и хочет помочь любому нуждающемуся. Только он ждет, подобно как от этих слепых людей, веру, вера, вера твоя спасла тебя. И вот, наконец, опять возвращаясь в 11 главу Иоанна, это уже будет заключительная мысль. И здесь, в этом продолжении, я то уже, что прочитал, не буду читать, и дальше, дальше, что происходило. Иисус пришед, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадии в 15-ти, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Ну и теперь знаю, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Слава нашему Господу! А теперь дождались, пришел Иисус. Но его встречает с болью здесь в сердце, с горечью в сердце Марфа. И говорит, Господи, он там уже четыре дня. Я уже считать не буду, вы знаете, чем все кончилось. Просто так по памяти давайте вспомним. Марфа идет и зовет Марию. Мария приходит тоже самое, говорит, с ней группа людей, те, которые поддерживали их в скорби, плакали, утешали их, пришли, и они тоже плачут. И Писание говорит, Иисус, смотря на это все, прослезился. Я сам себе думаю, Боже, ты же идешь на Голгофу. В твоем сердце будут истязать, унижать. Ты же царь царей. А он здесь людям, страждущим, в нужде, в кризисе находящихся, выходит к ним навстречу. И в конечном итоге, после этих разговоров, спрашивает, а где вы его похоронили? Ну, по-другому, по-нашему говоря. Вот там кладбище, иди посмотри. И он пошел. Когда пришел, говорит, уберите камень. Понятно? Не веря, что делает не веря? Сопротивлений сколько? Господи! И тут уже и дни, сколько времени он уже там находится. А Иисус продолжает. Не сказал ли я? Уберите камень! Покоряются, слушаются, делают. И потом он громким голосом, громким голосом по имени зовет Лазаря. Лазарь! Тебе, говорю, выйди вон! И в этом проходе появляется тот, который был мертв, воскрес. Благодарение нашему Господу. Это делает Господь. Или по-другому. Казалось, все рухнуло, все надежды, все ожидания уже перешли, ну, всевозможные расчеты человеческие. Что касается Марфы и Марии, Христос опоздал, намного сильно опоздал. Может быть, если бы, как в предыдущих случаях было, уже несли мертвого, чтобы похоронить. А тут на пути Христос встречался, останавливает эту всю похоронную процессию, подходит к одру, берет или произносит слова, и мертвый человек воскрешает. Но с Лазарем это уже не так, уже все кончено. Для моего разума человеческого это так. Но не для Бога, но не для Бога. Благодаря нашему Господу. А теперь церковь, братья и сестры, может быть, может быть, кто-то из вас есть таких, ну, скажем, уже в нужде, долгое время, долгое время. Казалось, пусть и вас кто-то нужду сказал, а потом, слышите, они уже благодарят. Бог уже и там ответил, и там. А твоя нужда так затянулась, и уже, может быть, не один год, не один год. И казалось, Боже, посмотри на эту историю. Дождались, дождались, появился тот, который сказал, я есть жизнь и воскресенье. Аллилуйя, благодаря нашему Господу. А с другой стороны, я сам себе думаю, Боже, ну, ты идешь на Голгофу. Да, он уделил себе время там, в Гевсиманском саду. А теперь церковь, народ Божий, вот кто есть твой и мой пастырь. А теперь я задаю себе такой вопрос, а какое мое отношение к нему? А какое мое хождение пред Ним? А какое мое послушание Ему? Он прислушается к нашим болям, к нашим скорбям, к нашим болезням, к нашим недугам. А мы прислушаемся ли к Его словам? Давайте пересмотрим свое отношение. И теперь, когда день воскресный будет, когда мы будем участники в Его святыне, чтобы для нас было отмечено то, о чем Библия и Евангелие говорит. Господи, мы дорого достались Тебе. Почему Ты так стремительно шел на Голгофу? Да потому что не просто жители первого века тебя беспокоили. Ты смотрел в грядущие века, смотрел в двадцать первый век, в наш век он смотрел. И решить проблему двадцать первого века нужно было только одним путем. Голгофой, Голгофой, Голгофой. Аллилуйя, Аллилуйя, что есть Голгофа. Она была совершена, была победа Иисусом на Голгофе. А теперь житель двадцать первого века. Для тебя есть ответы на любые трудные вопросы или проблемы. Голгофа свидетель об этом. Иисус, умирая на Голгофе, смотрел в века, смотрел в сегодняшний день, смотрел на твою семью и в твое сердце. Доверяй, продолжай. А если я был один из всех, который останавливал или хватит, ты уже надоел, давайте я себе положу перст на уста. Не буду так говорить. А наоборот, подставлю плечо поддерживать нуждающегося, как одно целое, приносить ту или другую нужду пред Господом, чтобы ответ получил брат или сестра, или семья. И пришло утешение, как в дом Лазаря. Благодарение нашему Господу. Будьте благословенны Господом. Продолжайте верить, надеяться, любить. И будьте благословенны Господом.